здравствуйте всем привет так о чем я сегодня хотел вам рассказать не вам как вообще дело в том что я уже закодирован полтора года весь фокус в том что когда я хотел закодироваться я не мог найти видео о том что чувствует человек когда он закодирован какие ощущения он испытывает после кодировки до кодировки вот это все время котировки вот говорит я созрел не довольно таки можно сказать неудобняк все это рассказывать ну вот я решился ну начнем с того почему я решил закодироваться в том что я себя пьющим никогда не считал да и сейчас не считаю но был такой момент когда у меня жена уехал на юг а мне пришлось остаться здесь ну как бы сказать по традиции мужик должен нажраться хорошо я хотел себе посетить два дня на второй день выпил я немножко не то что требуется купил грубо говоря спирт какой-то там паленый тому что-то выжил его и с тех пор у меня началось буквально смысле похмелья по 3-4 дня это сколько бы я бы не выпал хоть рюмку выпей хоть бутылку хоть две все равно похмелье и как говорится когда обычно похмеляешься становится легче то есть там что-то перестает внутри дрожать глава на как болит так и болит но это можно было работать то есть взял стаканчик хлопнул тебе вроде как тошнотики ушли и все ну а здесь это перестала как говорится помогать я сам работаю дома можно сказать колымчик люди постоянно обращаются не всегда приходится получается отказать с кем-либо выпить то есть чтобы выпивает ради уважения ради чего там как-то ради благодарности ну не получалось отказаться вот я пришел к такому выводу взять и закодироваться съездил я закодировался ну закодировался как мне в вену вогнали какую-то штуку это три года меня закодировали типа того вот полтора года я держусь вот так какие мне ощущения были после кодировки я ребят честно сказать сам этого не ожидал вроде как не пей да и не пей да что там такого но самый сама такое вот как говорится как его назвать причина выпить она сама себя находит то есть приходишь домой наварены вкусные щи ну грех под это не выпить и прилетающего слюна течет в буквальном смысле как у бульдога это я не знаю такие моменты настают что возьми капни на асфальт капельку водки готов и слезать если конечно еще успеет долететь там я не знаю там какую-то шпикачки а вот например покупал да все нормально все встал домой подходить только представил что они будут на костре жарятся пышать запах вот этот ну как здесь вот не выпить еще слюна пошла это вот такие вот ощущения у меня были я закодировался первый раз я сам про себя ничего не знал чехол кня конечно готовила все ну вот это вот ощущение это просто зверское было желание выпить как я от этого избавлялся такое ощущение покупал соки это томатная паста шла любые соки то есть я выпивал их в эти соки буквально ну за день ведро это уходило довольно таки легко вот это мне продолжалось где-то ну четыре пять дней такое-то сумасшествие в буквальном смысле это выпить хотелось буквально как лошадь хотел я эту выпить естественно я работал возле меня всегда был сок всем ну вот через четыре дня у меня это прошло где не гарантирует что это пройдет у кого-то там как-то спросите вы меня ну и как ты сорвешься не сорвешься будешь пить не будешь пить ребят не знаю я про себя это гарантии дать не могу то есть вот полтора года я не пью я с самого начала я не был уверен то что я смогу это все выдержать и сейчас я также говорю что я этого могу и не выдержать то есть я сейчас перед вами сижу как говорится я да не пью все у меня хорошо на самом деле завтра послезавтра через год через два через пять я перед вами могу сесть и сказать не смогла я не смогла вот так вот могут при может произойти даже когда дать все ощущения прошли естественно это прошло как-то резко все то есть она все что у меня прошло через организм и тут хотеньки вот эти вот щи с водочкой и шпикачки с водочкой в компании с водочкой с ребятами стоишь о чем-то разговариваешь ага да сейчас было посол по соточке все сильно пошла это любая причина вызывала слюну это как у собаки половина лампочка зажглись все она пошла так и был у меня вот теперь как вот у меня вот сейчас полтора года я не пью желание выпить не пропал ни капли это я вам говорю на полном серьезе сейчас меня скажем так если у меня общаться будут закончилась кодировка все ребята я готов выжить ее это не то что я не знаю выпить ее нет выжать и при том вместе со стеклом это вот такие ощущения это на самом деле так это я не знаю но сейчас это не так тяжело с другом например вот сидели мы беседовали вот пройдет конец кодировки будет например что будет но сошлись на том что да может начать тянуть это в конце кодировки то есть вот еще через полтора года на три года я закодирован вот еще полтора года осталось наверное может быть больше может быть меньше сроки я не считаю выпить хочется всегда компаниям скажем так какие-то праздники даже тот же новый год в них пропадает смысл хотя ребят я начал выпивать в 19 лет начинал я выпивать это выпивал по 5 стаканчиков то есть маленькие рюмчики 5 рюмчик я выпивал больше я не мог я остановился пьяный ложился спать пути такой вот рэй как и здоровый но вот так вот потом устроился на работу где выпивать было в порядке вещей то есть я работал раз в трое суток приходил на работу там уже практически накрытый стол вкусончик выпиванчик все это было то есть я туда приходил к работал сторожем приходил спал под этим делом приходил домой так что там вот можно сказать я научился пить по многу вот как таковой до кодировки мне выпивка особо не мешало не знаю как ты после кодировки ребят честно сказать раньше надоел мне работать взял вечерком бутылочку хлыстнул она и хорошо утром проснулся с буду на к тебе люди приходят они тебя видят они тебя жалеют мол сегодня мы не будем мы завтра сейчас такого нет сейчас если человек приходит тут и мужа практически обязан то есть ответственностью отношение к вам ответственность все это вырастает в разы буквально раньше вы что-то могли не успеть например человек пьяный был ну что ж теперь сейчас если не успеваю что это катастрофа так что так вот в семье как у меня было ну в семье жена меня терпел не терпел он любит чуть теперь наверное терпела как сейчас хорошо не ругаемся ничего причины в этом дорога никак таковы и нет но скучно ребят вот сейчас скажу сейчас стаканчик другой был бы хорошо так что вот так вот работаю к работе всегда готов никаких тебе отдыхов если что-то есть сейчас вот зима на дворе но в работу меня нет так что вот сижу вот решил вам рассказать что-то такая ерунда как я отношусь запуган ли я этим укол да нет не запуган помогает ли мне это да помогает помогает как то есть раньше ко мне кто-то походит давай хлопнем то есть ты отказываешься но это все это бездействие но все это в конце концов чтобы человек просто тебя отвязался ли проще с ним выпить чем его бы пиздать как говорится вот так вот сейчас да кстати вот после кодировки я поначалу пытался скрывать то что я закодируем вы как неудобняк мне сейчас вот я рассказываю мне довольно таки очень довольно таки так неудобно так что сейчас отказаться это то есть человек подходит хочешь выпить а не могу я закодированный все вопросы сняты никто тебя не достает никто тебе не заставляет никто тебя не умаляет все я пострадавший у них в этой вот и в этой теме первые дни вообще кто только узнал что я кодирован я когда глядел на их не лица у меня было такое ощущение что не я закодировался они такой жалкий вид у них был все хана выпить не с кем все кошмар так что вот так вот работая сам на себя небольшая своя мастерская ну когда кодировался конечно много прикалываюсь хотел например что у меня справка была какая-то цветастенькой но мне так и такую не дали то есть хвататься нечем я хотелось в мастерской повесить эту справку и чтобы она висела вот конечный итог моего кодирования жена не нервничает семье все хорошо на 5 же вкусно работа при хорошо это единственный плюс к рабочий ты всегда готовьте человек приходит все ты взял сделал так как меня кодировали кодировали мне вливали укол когда кодирует добыл жар небольшой что-то так это мутило как я понял врачи это все уже если вы захотите когда-то кодироваться ребят вот это вот видео имеете ввиду что сама кодировка она вам не помогает поможет только сама вот это действие то есть это причина для вас чтобы не пить если вы не хотите бросить пить это никогда этого ничего не получится у вас чем бы не кодирует чтобы мне вшивали то есть вот вам вылили укол да это первое на первом на первое это отказаться выпить с другими . подходит давай выпить сказал я закодированный все к вам вопросов не будет но если конечно друзья умные если глупые то таких друзей наверное нечего иметь вот что сказать по моим друзьям знакомым я могу сказать что они все ждут крыду мне кодировка закончится у меня уже сейчас мысли о том что за месяц до конца кодировки я поеду еще до кодирую как разнул если конечно не сорвусь сорвусь ли я не сорвусь я не могу этого сказать чтобы выпить выпить очень хочется вот такое вот мое мнение если вы считаете себя не алкоголиком вы задумайтесь над тем какими вы были когда вы не пили то есть я начал пить в 19 лет до 19 лет я ходил на гулянки я веселился все было нормально в процессе дальше больше сейчас я на эти гулянки хотите могу но они мне незачем я что пришел счету пожрал все ушел больше ничего новый год для меня тоже самое стол накрыли поел поспал все больше ничего единственное чё как говорится когда передо мной или возле меня кто-то выпил например сегодня кто-то передо мной выпил завтра я обязательно пойду в магазин и куплю себе трехлитровую банку соку то есть для меня это своего рода как человек получил удовольствие значит и я должен получить удовольствие чем удовольствие получить соком это может быть необязательный сок это когда-то сока когда-то простая упаковка семечек может быть может быть мороженое то есть удовольствие себе не отказывают до сих пор мне удовольствие как получается нужно получать обязательно ну все наверное будут вопросы пишите отвечу не забивайте подписаться на мой канал и кстати напоследок я не раз встречал в прямых эфирах когда мужики просят на выпивку и именно карту действительно перечисляет деньги мужики и довольно так неплохо сидят отдыхает а а я не пьющие ребята если вы мне согласны поддержать я внизу под видео оставлю свой номер телефона пополните мне на какую сумму не имеет значения хоть на пять хоть на рубль мне просто интересно дадите вы на это или нет что вот кому-то выпить а мне вот чтобы не пить нет телефон иотовский так что деньги оттуда кроме как начать будешь потратить не могу так что спасибо до свидания подписывайтесь делитесь этим видео может быть кому-то потребуется может кому-то на что-то даст все спасибо до свидания